Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу о выращивании кизила. Кизил считается южным растением, которое растет в Крыму, на Кавказе, в других регионах. Однако же оно прекрасно прижилось и в умеренной зоне. Поэтому в Беларуси повсеместно, в Подмосковье и других сходных климатических регионах кизил теперь выращивается с большим успехом. Ценность ягод кизила состоит в высоком содержании биологически активных веществ. Селекция кизила еще не коснулась своей рукой так сильно, как, например, это яблоня, груша, смородина или другие растения. К сожалению, селекционеры, стремясь к повышению продуктивности плодовых растений ягодных, выключают многие гены, которые контролируют высокую биологическую ценность ягод. Таким образом, современные сорта зачастую лишены ценных биологических веществ. Вот у кизила все эти ценные биологические вещества, антиоксиданты, флавоноидные пигменты, каротиноиды, витамины и многие-многие другие, в том числе ценные полифенольные соединения, сохранены в ягодах в полной мере. Поэтому для обогащения своего рациона, для поддержания здоровья, для балансирования питания, для правильного питания, обязательно необходимо иметь на участке такое растение, как кизил. Кизил относится к раноцветущим кустарникам, поэтому он иногда боится ранних заморозков. Однако же, в последнее время наблюдается смягчение условий весны, и вот эти заморозки систематически не повреждают кизил. Поэтому плодоношение можно ожидать ежегодное и обильное. Кизил, хоть и является самоплодным растением, однако же высаживать 2-3 растения является рациональным. В этом случае урожай ягод повышается многократно. К сожалению, кизил не так хорошо черенкуется, как другие растения, такие, например, как смородина или малина. Он также не размножается отводками, поэтому большинство саженцев, которые вы можете найти в продаже, относятся к сеянцам кизила. Однако вас не должно это смущать. Как правило, семена для высадки сеянцев берутся с лучших экземпляров и наследуют свои хорошие продуктивные качества от материнских растений. Но и это тоже плюс, потому что несколько сеянцев, посаженных рядом, будут немножечко отличаться друг от друга и тем самым, опыляя друг друга, повышать продуктивность каждого растения. Для посадки кизила находите светлое, теплое место, защищенное от ветров. Несмотря на то, что культура кизила продвинулась далеко на север, он все-таки остается южным растением и поэтому предпочитает более комфортные, более мягкие условия. Вы можете обрезать его, если вам растение кажется слишком высоким, или оставлять его в естественном виде. В этом случае вы получите вот такие вот большие крупные кустарники, обильно нагруженные ягодами. Проблем с ним никаких особых нет. В умеренной зоне кизил практически не повреждается ни болезнями, ни вредителями. Это еще один большой плюс, поскольку в этом случае растения не требуют никаких химических обработок против болезней и вредителей. А значит, ягодная продукция не будет накапливать какие-либо вредные вещества. Ну, а в качестве дополнения к этому ролику о кизиле, о его свойствах и о том, как важно и как правильно его выращивать на своем участке, я вам расскажу о том, как получить растения, как их вырастить из семян. Дело в том, что многие садовые растения и плодовые растения, такие как кизил, ирга, тернослива, это такая сливобложка, она еще называется. Ее в Англии, например, используют для приготовления джин, она очень вкусная для варенья, такого размера, как алыча, но синяя такая сладкая слива. Это и алыча, такая вот обыкновенная, желтая она или красная, бывает мелкоплодная, но тоже очень вкусная и полезная. Это боярышник, это целый ряд других растений и в том числе жимолось съедобное. Многие другие виды растений, которые еще не имеют большого сортового разнообразия и представлены у нас в садах преимущественно почти дикорастущими или какими-то улучшенными формами. Вот эти самые растения могут с успехом размножаться семенами. Есть одно большое преимущество размножения таких растений семенами. Дело в том, что в процессе семенного размножения вы можете и не получить растения, полностью воспроизводящие материнское, то есть то, с которого снимали семена. Однако же в процессе двух-трехлетнего выращивания сеянцев до того времени, как вы их перенесете на постоянное место, вы сможете отобрать где-то случайно в результате естественного отбора, где-то намеренно формы морозостойкие, потому что уже в первый год неморозостойкие формы вымерзнут. Формы иммунные к тем болезням, которые распространены именно в вашей зоне. Формы, которые будут характеризоваться необходимым ростом, например, высокорослые, с крупными листьями, то есть которые будут проявлять признаки культурных растений. И многие скажут, что ай, семян так долго выращивают, там на 5-6 год они начинают плодоносить. Ну, черноплодная рябина и на 3-й год уже заплодоносит из сеянцев. Обыкновенная рябина, там крупноплодные какие-то гранатные формы, ну да, действительно на 6-й год. Тернослива на 6-й год, кизил на 4-й. Айва японская, хиномелис, и на 3-й год прекрасно заплодоносит и так далее. Актинидия уже на 4-й год заплодоносит, коломикта и так точно, и аргута тоже заплодоносит в эти сроки. Таким образом, вот этот формообразовательный процесс, который будет происходить у вас на участке, он приведет к тому, что вы отберете какой-то свой собственный сорт, который будет максимально адаптирован к условиям именно вашего участка и вашей местности. Ну, а те, кто сомневается в том, что это нужно долго ждать, ну то я всегда говорю, что если бы вы это сделали уже 6 лет назад, ну то вы бы уже собирали ведрами урожай. То есть не надо просто откладывать этот процесс, надо просто взять и сделать. Так вот, что надо сделать, как этот процесс организовать? Необходимо собрать спелые плоды, будь то кизил, будь то любое другое растение. Вот у меня здесь целый мешочек таких спелых плодов, они уже почти черные. Их надо положить в полиэтиленовый мешочек, любые, эрга, черноплодная рябина, что угодно, и завязать. И дать им здесь как следует дозариться и довести их до состояния, ну буквально брожения. То, что они там уже дошли до необходимой кондиции, будет свидетельствовать, что плоды уже размягчились и уже прямо в пакете вот раздавливаются и выделяются семена. Кроме того, если вы будете периодически открывать этот пакет, то по запаху вы в принципе поймёте, что там уже началось дрожжевое спиртовое брожение и ваши плоды полностью готовы к выделению семян. Далее необходимо отмыть эти семена от мезги. Для кизила, у которого семена довольно крупные, можно взять какое-то сито с крупными отверстиями. А те, у которых семена помельче, ну конечно требуют более мелкого сито. У той же эрги или у черноплодной рябины довольно мелкие семена. Соответственно, надо взять сито с адекватным размером ячеек и протереть, прям буквально протереть вот эти мягкие ягоды. Они очень легко после такого начала брожения выделяют эти семена, протереть их и промыть, отмыть как следует. Не подсушивая, это очень важно. Не стоит подсушивать эти семена, их необходимо достать из сита, положить вот такого стаканчика с песком, более чем будет достаточно. Я что делаю? Я просто беру и перемешиваю как следует с песком эти семена. Равномерно, равномерно, равномерно перемешиваю с песком. Когда бы вы это не сделали, в какие сроки? Из некоторых ягод можно получить семена и летом. Так вот, когда бы эту процедуру вы не провели, вам надлежит увлажнить этот песок и поставить его в холодильник, там, где хранятся овощи и фрукты. Его надлежит завязать в полиэтиленовый пакет, узелочек и поставить в холодильник. После того, как придет осень и наступят уже такие холодные дни, этот стаканчик прямо в этом полиэтиленовом пакете стоит погрузить, вот так вот закопать в землю. А можно и вообще полностью закопать в землю. Если вы не хотите закапывать его в полиэтиленовом пакете, а ведь его надо изолировать, потому что, ну, если здесь нет дырочек, то туда будут заливаться талые воды, осадки, он переполнится водой, семена там просто испортятся. Ну, то надо здесь проделать дырочки, а здесь сверху закрыть, например, спонбондом, ну, или каким-то лоскутом искусственной ткани. Почему? Потому что вот этими семенами, особенно семенами растений семейства разоцветные, это, например, та же айва японская, хиномелис, очень любят лакомиться мыши. Поэтому в избежание выедания этих семян мышами повреждения, стоит здесь вот так это все дело прикрыть. Я ставлю прямо в целлофановом пакете, прикапываю на огороде прямо в почву, даже можно закрыть и сверху поставить палку, где оно находится. Весной стоит этот стаканчик откопать и вместе с песком высеять семена прямо в гряды. Сеять можно довольно густо, потому что схожесть у семян древесных и кустарниковых растений, к сожалению, ну, зачастую бывает не 100%, ну, где-то 30-50% схожесть, это уже будет хорошо. Вот этот процесс называется стратификацией. Стратификация необходима для того, чтобы пробудить семена, для того, чтобы они хорошо взошли. Потому что физиологически они приспособлены уйти в глубокий покой, попасть в землю, там глубоко уйти в почву и ждать какого-то своего звездного часа, несколько лет, а то иногда и десятки лет. Вот чтобы не уходили они в глубокий покой, нам нужно высевать именно свежие, не пересушенные семена, песочек, влажный, сразу же делать им прохладные условия, чтобы сразу началась стратификация. Технически это сделать очень сложно. И это подходит для большинства растений, которые мы называем малораспространенными или нетрадиционными садовыми плодовыми растениями. Этот же способ подходит для семенного размножения многих декоративных растений. Тот же дерен, тот же пузыреплодник, ту же берючину, шиповники различные. Также можно легко размножить с помощью этого способа и получить большое количество посадочного материала. Кроме того, если вы выращиваете фуксию и особенно выращиваете фуксию на улице, вы можете обратить внимание, что некоторые цветочки дают завязи и формируют такие крупные, вот похожие на кизил, совершенно черного цвета ягоды, наполненные мелкими семенами. Если дозарить эти плоды фуксии, из них также можно выделить семена и без всякой стратификации свежими семенами засеять в плошки с землей. Вы получите огромное количество сеянцев. Более того, эти сеянцы дадут растения, которые будут не похожи на материнское. И это очень интересно, потому что вы получите сразу большое разнообразие декоративных форм фуксии. Там можно найти и с белыми цветами, и с фуксиевыми цветами, и с розовыми, и разной формы, махровости, сроков цветения с разной формой куста и так далее. Для пытливого ума и любопытствующего садовода, огородника, это может быть очень и очень интересным процессом. Что ж, задавайте свои вопросы, обращайтесь к нам. Мы всегда рады вам помочь во всех ваших проблемах. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего!